МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы рады вновь приветствовать наших зрителей в эфире программы День города в студии Оксаны Тебенихина. Вначале коротко о главном. Водителя маршрутного такси, оскорбившего пассажиров, уволили после проведенной проверки. Какие изменения произойдут в работе нотариусов и каким образом они коснутся граждан? Микрорайон Борки в скором будущем может превратиться в настоящую свалку. Местные жители недовольны работой компанией по вывозу отходов. На лугу по суцико в Рязанском районе в очередной раз прошел молочный фестиваль. В Рязанской области 386 тысяч пенсионеров получат единовременную выплату, сообщается на сайте регионального правительства. Ее размер составит 5 тысяч рублей. В общей сложности из федерального бюджета будет выделено около 1 миллиарда 930 миллионов рублей. Решение о выплате принято правительством Российской Федерации. Председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы Российской Федерации Андрей Макаров отметил, что ее получат все категории пенсионеров, и работающие, и не работающие. Как отмечают специалисты, при формировании бюджета 2016 года было очень сложно спрогнозировать ситуацию, поэтому пенсии проиндексировали в феврале лишь на 4%. А что касается второй индексации, то решили, что ее формат определится после исполнения бюджета за полугодие. Единовременную денежную выплату в 5 тысяч рублей было решено сделать пенсионерам после того, как премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на заседании правительства, что ресурсов для индексации пенсии во втором полугодии в обычном формате нет, но доиндексировать их нужно. Выплаты запланированы на январе 2017 года. Всего из бюджета будет выделено на эти цели более 200 миллиардов рублей. В конце августа в маршрутном такси города Рязани произошел инцидент, в ходе которого водитель оскорбил пассажиров, используя нецензурную брань. Конфликт сняли на видео и выложили в соцсеть. Случай получил большой общественный резонанс. В итоге горе водитель маршрутки, оскорбивший пассажир, был уволен. Такое решение приняли после проверки, проведенной по поручению главы администрации города Олега Булекова. Алена Куколева разбиралась в ситуации. Половину коммерческих автобусов в Рязани обслуживают иностранные рабочие. Узбеки, реже таджики и азербайджанцы. У населения много претензий. Русский язык водители знают плохо, на дороге лихачат, правил не соблюдают. Но найти русскоговорящих мигрантов оказывается проще, чем искать местных водителей с трехлетним стажем. В итоге по всей стране происходят перепалки в салонах маршруток, что омрачает и без того зачастую непростую атмосферу на дороге. Так в Рязани произошел конфликт между пассажирами маршрутки и водителем-мигрантом. В перепалку вступил пенсионер, который в резкой форме высказал замечание мигранту. Однако в ответ услышал матерную брань. В итоге водителя рязанской маршрутки, оскорбившего пассажира, уволили. А в интернете появилась петиция с требованием проверять психическое состояние водителей маршруток. Скажите, пожалуйста, хомят ли маршрутки у водителя пассажира? Да, вроде нет. Петиция появилась в интернете, что нужно проверять психическое состояние водителей. Нужно проверять? Вообще-то да. Почему? Зачем? А потому что некоторые ездят, так скажем, после выходных особенно. Надо. Весность большая у них из-за людей. И в экстренных ситуациях надо вести себя подобающим образом. То есть какие-то тренинги, может быть, для них устраиваются. Ну, что-то надо делать, конечно. А обследовать обязательно. Нужно, желательно. Зачем? Ну, бывает нервные. То покажут остановку вот там. То еще что-нибудь. Бывали сталкивались, да? Было, было. А с хамством? Хомят пассажирам? Иногда пассажиры бывает им. А не за рулем надо как-то уважать это, что все-таки тяжело. Я считаю, что обязательно нужно. Потому что иначе действительно контроль он просто может потерять водителя. И вдруг что случится, я думаю, что обязательно нужно. Петиция появилась в интернете, что нужно проверять психическое состояние водителей маршрутов. Нужно проверять? Ну, общее состояние, наверное, скорее всего. Не только психическое. В интернете появилась петиция проверять психическое состояние водителей маршрутов. Было бы подписать такую петицию? И если бы дал, то позади. Да, я бы подписала. Потому что действительно психическое состояние наших граждан в настоящее время зависит от наших жизненных обстоятельств. А так как это человек, который ответственен за множество пассажиров, в котором у него маршрутки, конечно, я думаю, что тесты психологические он должен проходить. Я подписал эту петицию. Я однажды ехал с маршрутчиком, сидел на переднем сидении, который брал плату за проезд. И в полочку, где у него лежат, собственно, деньги, просто вот их швырял, они выпрыгивали обратно, там падали на коврик. Но при этом он ничего не говорил пассажирам. То есть, видимо, он внутри как-то переживал. Честно говоря, ехать было напряжно, потому что хотел скорее доехать и выйти. В июле этого года были внесены некоторые изменения в законодательство. В частности, один из пунктов затрагивает деятельность нотариусов на территории всей Российской Федерации. О том, как со дня вступивших изменений поменялась работа нотариусов и каким образом преобразования коснулись граждан в материале Анны Герцовской. Нотариус. К этому человеку наверняка обращались многие. Иногда без нотариального заверения по некоторым вопросам бывает не обойтись. Но что примечательно, в 1997 году в Гражданский кодекс были внесены изменения. Тогда удостоверение сделок по отчуждению недвижимого имущества перестало оформляться обязательно в нотариальной форме. И во все последующие годы при оформлении сделок в простой письменной форме возникало достаточно много судебных споров, махинаций и прочих неурядиц у граждан. Теперь законодательство пошло по пути наведения порядка и возвращения в обороты недвижимости обязательной нотариальной формы удостоверения сделок. К обязательному нотариальному удостоверению сегодня подлежат не только сделки по продаже недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему гражданину и гражданину признанно ограниченно дееспособным, но и сделки по отчуждению недвижимого имущества указанными гражданами, то есть иные сделки. Обязательная нотариальная форма установлена для всех видов сделки по отчуждению долей в праве собственности на недвижимое имущество. То есть в этом году добавилось три варианта развития ситуации, при которых граждане должны обратиться к нотариусу. хочется отметить, что эта ситуация скорее играет на руку самим рязанцам. У меня опыт работы более 20 лет, и я могу сказать, что в настоящее время для граждан все гораздо проще. Поскольку существует электронное взаимодействие, и мы сейчас достаточно много сведений из Росреестра, из кадастровой палаты запрашиваем сами. И если система работает нормально, то мы в течение дня все эти выписки получаем. Раньше же рязанцам приходилось самим собирать все справки, чтобы оформить сделку по продаже, например, долевой собственности. Теперь им не придется ходить по инстанциям. Единственный момент. Гражданин должен иметь на руках правоустанавливающие документы, подтверждающие, что именно ему и принадлежит объект недвижимости. Среди прочего, можно выделить и другие плюсы. Для граждан здесь дополнительные гарантии, поскольку документы хранятся у нотариуса либо 75 лет, либо постоянно. И в случае, если возникнет какой-то спор, то нотариус привлекается в качестве третьего лица. При заключении договора нотариус обязательно выясняет желание сторон, обязательно все условия, все это прописывается в договоре. То есть мы гарант того, что на бумаге зафиксировано именно то, что граждане хотели. В отличие от свободной формы оформления сделок, которая применялась раньше, теперь нотариус может на законных основаниях удостоверить, как ситуация развивалась на самом деле в случае, если одна из сторон решила отказаться от ранее данных обязательств. Кроме того, удостоверить сделку по продаже той же недвижимости теперь можно у любого нотариуса внутри субъекта Российской Федерации. Раньше отчуждение недвижимости пришлось бы совершать в одном районе, а покупку в другом. По мнению практикующих нотариусов, ситуация поменялась для того, чтобы облегчить жизнь как самим гражданам, так и нотариальным конторам. У последних, конечно, прибавилась работа, поскольку обращение, начиная с июля, стало поступать все больше и больше, но в век информационных технологий нотариусы справляются с этим наплывом. Они признаются, что им стало даже интереснее работать. А чтобы гражданам стало проще определиться с тем, куда обратиться для удостоверения бумаг и сделок, можно заглянуть на сайт Рязанской областной нотариальной палаты РОНП 62. Там есть информация о нотариусах региона, тарифах, адреса и их телефоны. Но граждане должны знать, что по телефону или факсу нотариус не работает с документами. Они должны лично, без посредников, обратиться в нотариальную контору с оригиналами своих документов. Микрорайон Борки в скором будущем рискует превратиться в итальянский Неаполь. Климат, конечно, не изменится, но вот мусорный коллапс вполне себе реален. Это активно развивающийся поселок. Здесь строится много современных красивых коттеджей и теперь он утопает в горах мусора. В любом случае компания по вывозу отходов со своей работой явно не справляется. С наступлением осеннего похолодания в поселке Борки стало легче дышать. Местные жители радуются ушедшей жаре еще потому, что стало меньше мух и неприятного запаха. Мусорный коллапс, который вскоре может здесь наступить настоящая проблема. Борки просто утопают в мусоре. Компания по вывозу отходов не справляется с его количеством. Приезжает, ну, видимо, одна мусорка на все районы. Ведь вот из тех домов сюда носят и села, и мы просто мало, наверное, не хватает. Строительный мусор, бытовые отходы, старая мебель, чего здесь только нет. Все это лежит рядом с мусорными контейнерами. Если из бункеров ввозить более-менее не успевают, нам об этом рассказали местные жители. Видимо, одного бака, может быть, мало. Может быть, где-то в районе там надо еще поставить туда, в селе. Вот они оттуда сюда носят. А кто и возьмет, и там в яму бросит. Поэтому вот такая ситуация-то. То все, что остается возле, лежит здесь неделями. Нетрудно представить, почему вдоль дорог и во врагах валяются пакеты. Мусорный бак переполненный. Вот, видимо, высыпают грязь, а вот вокруг не убирают. И вот это вот зловоние. Хорошо, вот сейчас вот не так, а жарко-то было, что было здесь. Все, что нужно, это установить еще несколько таких контейнеров. Сегодня на несколько районов он один. Если этого не сделать, ворки превратятся в одну большую свалку. 3 сентября в Рязанском районе в рамках акции «Отдыхай дому. Путешествуй по Рязанской области» состоялся третий региональный фестиваль молока за окой по суцу ко. В рамках фестиваля состоялась ярмарка, где была представлена продукция 15 крупных предприятий, индивидуальных предпринимателей, фермеров, а также владельцев личных подсобных хозяйств, специализирующихся на молочном животноводчестве. Посетители смогли принять участие в молочном забеге с препятствиями, молочном шахматном турнире. Одним из главных мероприятий фестиваля стал традиционный парад коров, который был посвящен Году кино. Гастрономические праздники в последнее время набирают все большую популярность, ведь это возможность не только весело провести время, но и попробовать удивительно вкусную и натуральную продукцию, которая производится на родной земле. Именно на такой гастрономический фестиваль пригласили всех жителей Рязанской области в минувшую субботу. Тематика фестиваля становится понятной с первых минут. На входе всех гостей встречает приветственный стакан молока, ну и, конечно же, самые красивые буренки Рязанской области. Фестиваль «За окой пасутся ко» впервые был проведен в сентябре 2014 года в селе Заокское. Уже тогда он заинтересовал не только производителей молочной продукции, но и ее потребителей, ценящих качество и натуральность. В этом году уже третий по счету молочный фестиваль прошел в Дубках и собрал огромное количество как обычных посетителей, так и участников, которые приехали сюда из Рязанского, Рыбновского, Ряжского, Шиловского и других районов. Продукция молочных комбинатов и подсобных фермерских хозяйств пользовалась огромной популярностью. Здесь ее можно было попробовать и, конечно же, приобрести. Фестиваль очень хороший. Молоко здесь натуральное, сметана, творог, сыр у них, все у них натуральное. Эти люди трудяги. На таких трудягах держится вся наша земля. Их не будет, будем есть пальмовое масло одно. Впервые за время существования фестиваля его посетил губернатор Рязанской области Олег Ковалев. Он отметил туристический потенциал подобных гастрономических праздников и пожалел, что раньше ему не доводилось здесь побывать. Конечно, это очень хороший такой добрый праздник, добрый фестиваль, где люди душой отдыхают, где люди получают удовольствие. Я ни одного грустного лица не видел. Это очень приятно. Олег Иванович лично ознакомился с продукцией, представленной на фестивале. И по его собственным словам, был приятно удивлен ее разнообразием и качеством. Так, например, губернатор не подозревал, что в селе Поляны фермер производит козий сыр, который по качеству не уступает иностранной продукции. Во-первых, козы содержатся в чистоте. Едят одну и ту же самую пищу, микродобавки, все как положено. Доится в чистоте все. Излишнее молоко, которое не продано, я делаю сыры. Прошел мастер-классы французских сыров, эстонских сыров. Уже 6 лет занимаюсь профессионально сырами. Ну, это мое хобби. Конечно же, кроме дегустации молочных продуктов, посетителей ждал праздничный концерт, мастер-классы и традиционный конкурс красоты, на котором выбрали самую красивую буренку. Фестиваль за окой по суцико, как обычно, стал ярким событием, которым в этом году завершился проект «Отдыхай дома». Это все новости на сегодня. Мы благодарим зрителей за внимание и прощаемся с вами до завтра. Всего вам доброго.